Меня зовут Ксения Никитина, я начальник отдела по связям с общественностью Департамента пиара и рекламы. Мы сегодня поговорим с вами на две большие темы. Первая тема немножечко поменьше, инфоповод, как писать посты, где брать темы для материалов. Вторая тема немножко обширнее, лонгриды, как писать большие тексты. Вообще, на самом деле, сегодня вся лекция будет достаточно небольшая, спешу вас обрадовать этим. Думаю, это сразу вам придаст силу для изучения материала. Ну, я думаю, что ничего сверхнового в нем не будет, но, возможно, какие-то будут отдельные моменты, которыми вы сможете воспользоваться. Так, давайте приступим. Вообще, прежде чем подготовить любой материал, нужно понимать, есть ли у вас информационный повод или, как кратко мы его называем, инфоповод. Инфоповод — это актуальное событие, актуальная информация, которая станет темой вашего материала, вашего поста. Сразу оговорюсь, что все это касается в основном социальной сети ВКонтакте и не очень актуально для Инстаграма, потому что в Инстаграме фокус внимания все-таки смещен на изображение, а мы сегодня будем говорить больше про тексты. Так вот, инфоповод. Инфоповодами чаще в наших с вами реалиях становятся мероприятия, прошедшие или предстоящие. Предстоящие мероприятия, понятно, как о них можно писать, это прежде всего анонсы. То есть вы пишете, если, например, это какая-то лекция какого-то спикера, вы пишете название лекции, пишете вашего спикера, его достижения, его должность, место работы, пишете, на какие вопросы он будет отвечать, дату, место проведения и ссылку на регистрацию, если такая нужна. А что делать, если мероприятие уже прошло, а вам очень сильно хочется о нем написать? Если у вас есть какие-то выдержки из выступления вашего спикера, отдельные цитаты, аудиозапись или видеозапись лекции, то вы можете спокойно ее выложить. И вот как здесь приведено в примере от УРФУ, вот здесь они как раз-таки взяли выдержки из выступления и сделали лонгрид и анонсировали его. Но если всего этого у вас нет, то не нужно писать отчет, не нужно писать такой пост о том, что произошло тогда-то, тогда-то, пришли столько-то человек и все. Этот пост не будет информативным, он вообще не понравится никому из ваших подписчиков, это я вас уверяю, поэтому если у вас какая-то есть необходимость, лучше этого не делать. То есть отчет – это такая форма материала, которая очень подходит для вашего руководства, когда нужно отчитаться о каком-то мероприятии, и совершенно просто категорически не подходит для социальных сетей. Вообще, на самом деле, журналисты сейчас отходят, не знаю, не помню, не видела, когда в последний раз кто-то писал отчет. В общем, этот жанр очень не характерен для социальных сетей. Так, дальше. Что мы можем считать правилами инфоповода? Если событие у вас произошло больше недели назад, то лучше о нем, конечно, не писать. Часто нам попадают такие ссылки или комментарии. Вот у нас в январе какое-то мероприятие произошло, а в феврале нам о нем сообщают и просят опубликовать. Вот этого мы делать однозначно не будем, потому что мероприятие прошло давно, и смысла возвращаться к нему вообще нет никакого. И еще тоже по анализу соцсетей и вообще образовательных учреждений замечаю, что инфоповодом неожиданно становится какая-нибудь поездка на конференцию. Вот поездка на конференцию – это тоже не инфоповод. Инфоповодом могут быть какие-то интересные цитаты, выдержки, какие-то ваши личные наблюдения из этой поездки привезенные, но сама поездка тоже не может быть инфоповодом. Это нормально, это даже очень хорошо, особенно если это какие-то открытия, открытые мероприятия, куда вы приглашаете не только своих сотрудников или студентов, а всех желающих. Но я еще подробнее потом немножечко позже скажу, что с этим делать и как наш отдел может вам помочь с распространением именно этой информации. Так, и перейдем к источникам информации. Как считаете вообще, что может быть источником информации, которую можно применять и из чего можно написать пост? Участники. Участники. Как источник информации? Еще. Сайт Куфу. Отлично, сайт Куфу. Превосходно. Другие группы, группы других институтов, открытые мероприятия для всех. Да, вот я вас призываю следить и всегда, везде, вообще за всеми этими источниками, потому что бывает такое, что вот сайтом Куфу не все пользуются, хотя на сайт Куфу новости пишет наш единый информационный центр и пресс-служба. То есть это хорошие новости с качественными фотографиями, которые тоже можно использовать и размещать, или делать репосты, или делать небольшие какие-то заметки со ссылкой на сайт. Вот все источники основные здесь перечислены. Я сейчас о каждом немножечко еще расскажу. Новость на сайте, понятно, да, в открытом доступе можно посмотреть и найти. Потом посты, которые публикуются в основной группе ВКонтакте. Вот тоже не всегда их репостят в группы институтов и вообще подразделений других, хотя так делать, конечно же, можно. Какие у нас посты размещаются, бывает интервью с вашими студентами, бывают какие-то новости, которые общеуниверситетского характера, но касаются отдельных подразделений институтских. Вот вы их тоже можете себе брать. Так, потом на сайте у нас размещен план мероприятий. Его сложно найти, но он там есть. В нем тоже отражаются общеуниверситетские мероприятия и те, на которые выезжает ректор, где он присутствует. Но иногда они могут касаться также ваших подразделений, и тоже это можно использовать как источник информации. Затем очень интересный момент – календарь праздников. На самом деле новость не всегда должна быть местной какой-то, которая происходит только в наших стенах университета, вполне возможно. И вот как в примере, вот в этом приведенном, как сделал МГУ, если есть какая-то дата общефедерального, глобального масштаба или общеуниверситетского, институтского, дата рождения ученого, дата совершенного им открытия, вы можете использовать этот источник для оформления своего поста и привязать его. Ну вот здесь нет актуальной информации, сказано просто, что Чехов был их выпускником, но в принципе можно привязать новости к нынешнему дню, как было тогда и как есть сейчас. Причем календари праздников, они тоже есть, просто в любой поисковой системе вводите в Гугле, день в истории, там, 13 февраля, и вам выйдет информация. Вот есть еще тут ссылка указана, это коммуникационное агентство Сеттерс, и там тоже у них размещен календарь прямо по дням, вы тоже можете пользоваться, там тоже отмечены разные праздники, там, конечно, они такие не общеобразовательные, а больше культурные, но в принципе, возможно, что-то вас вдохновит на написание поста. А вообще это просто заходите в интернет, гуглите день в истории и находите. У нас, кстати, тоже есть неплохой календарь праздников, мы вам можем на почту его скинуть. Потом студенты могут выступать тоже как источники информации и даже как инфоповоды, что имеется в виду. Вы можете брать комментарии у студентов, это может быть рубрика «Вопрос-ответ», то есть какой-то больной для них момент или тот, который они обсуждают внутри института, и вы у них спрашиваете, берете этот вопрос и даете комментарии вашего директора или руководителя какого-то другого звена. Потом студенты, мы тоже любим прием, мы берем у них интервью, причем активно очень берем у первокурсников, потому что на такие интервью обращают внимание абитуриенты, и они их очень любят, потому что абитуриенты не очень любят спрашивать у нас, брать какую-то информацию, а вот услышать ее из первых уст, у тех, кто вчера тоже был таким же школьником, это вот прямо у них любимое дело. И у нас есть, наверное, Лиля говорила или не говорила, про группу абитуриентов Казанского федерального, она не такая масштабная, как основная, но там тоже 17 тысяч подписчиков, это наши абитуриенты, причем они там постоянно сидят, они круглогодично задают вопросы, на которые мы там отвечаем, и мы тоже там ведем, то есть выкладываем туда посты про жизнь университета, и вот как раз-таки для вот этой группы очень хорошо подойдут такие интервьюшки. Ну и вообще студенты могут рассказывать и о внеучебной своей деятельности, обо всем подряд, о своей просто один день из жизни студента в его институте, то есть их можно вообще очень здорово использовать наших студентов в качестве информационных поводов. Потом, комментарии эксперта, что это означает? Понятно, что каждый день у нас, вернее, не каждый день у нас происходят какие-то крупные новости, о которых хочется и можется сообщать, но в мире-то они случаются каждый день. Например, появилась новость о лауреатах Нобелевской премии. Вообще она к ФУ не имеет никакого отношения, но как мы ее можем раскрутить? Мы можем взять комментарий у нашего эксперта, который нам расскажет простым, причем это важно, простым, доступным общечеловеческим языком, что означает открытие тех или иных лауреатов, что их открытие сделало для человечества полезного. Вот такой пост тоже будет очень привлекательным для ваших подписчиков, но важно, чтобы комментарий был написан простым языком. Я повторюсь, потому что очень часто присылаются такие материалы, где каждое второе слово какой-то сложный термин, и вообще невозможно понять, о чем идет речь. Вот сейчас на сайте КФУ висит такая новость, одна из последних. Сегодня прочитала заголовок с коллегой, ничего не поняли. Но здесь еще важно отметить, что в качестве вот таких информационных поводов глобальных важно использовать новости, у которых нет негативной окраски. То есть если это какие-то катастрофы, какие-то теракты, вот такую новость лучше не брать. И, кстати, да, еще одно такое замечание насчет наших групп институтских. Очень часто ваши группы не отражают полные картины жизни институтов, потому что очень много информации есть о творчестве, о студактивах, а о науке там вообще обычно нет ни слова. Нужно как-то сбалансировать эту реальность, чтобы там было и про науку, и про образование, потому что наши студенты не только участвуют в каких-то фестивалях, они ведь еще и учатся в первую очередь. Так, дальше. И главное правило, на самом деле, если совершенно нет никакого интересного контента, то лучше пост вообще не делать. А сейчас поговорим о том, если совсем новостей нет, что в этом случае можно предпринять. Вы можете разместить у себя опрос, причем на любую абсолютную тему. В опросах любят обычно люди принимать участие, потому что им нужно нажать всего лишь одну кнопку. Вот здесь, например, Государственный университет управления просто спросил у студентов, как прошла их сессия. Это тоже вполне себе жизнеспособный вариант. Потом можно размещать видео, если у вас есть публичных лекций. Думаю, что они у вас есть. Периодически их выкладывать на стену. Также вы можете следить за разными челленджами и флешмобами. Что имеется в виду? Вот в начале года Министерство высшего образования и науки проводило акцию, в которой принимали участие разные университеты. Они рассказывали о том, что было сделано в прошлом году, о своих достижениях и о своих планах на этот год. И вот так вот постепенно друг другу передавали эстафету, и многие университеты приняли участие. Бывает огромное множество этих челленджей. Выливают ведро ледяной воды на себя. Я не призываю вас к таким радикальным действиям. То есть масса всяких челленджей, в которых вы можете участвовать, это покажет вашим подписчикам, что вы следите за трендами. И остаетесь в курсе всего вот этого. Дальше. Советую вам не брезговать фотографиями ваших подписчиков. Мы часто используем этот метод и в ВКонтакте, и в Инстаграме, когда у нас размещаются вот такие вот посты. Они, по сути дела, конечно, в себе никакой пользы не несут, никакой новой информации они не сообщают, но прекрасно заходят. Посмотрите, какое количество просмотров у них. просто невероятное по сравнению с какими-то более информативными постами. Конечно, тут важно отметить автора фотографий. И на самом деле это будет всегда очко в вашу пользу, в том плане, что это показывает, что вы следите за своими подписчиками, вы находитесь с ними в некой обратной связи. Вы знаете их в лицо, вы их публикуете. Так, и дальше. Есть еще один тоже беспроигрышный вариант. Это проведение различных конкурсов и розыгрышей. Причем призы не обязательно должны быть супердорогими. Они могут быть просто интересными. Вот здесь университет Иннополиса, как мне кажется, прекрасный конкурс проводит. У них робот, который имеется, видимо, в университете, выжигает портрет. Он просто интересно оформлен. Он сразу привлекает внимание. Даже своим заголовком, своим описанием. Это, в общем-то, довольно-таки несложно, но очень интересно. Вот, исходя из этого вышеизложенного, вы сможете составить контент-план тематический на неделю или на две недели для своих соцсетей. Понятно, что это не будет полноценный контент-план. Даже раскрою, ну, наверное, это не секрет. У нас его тоже нет, потому что новости к нам прилетают. Каждый день по 20-30 бывает сообщений, если не больше, не даст соврать. Поэтому полноценный контент-план создать в наших реалиях, думаю, невозможно. И даже, может быть, не стоит к этому стремиться. Но вы можете в те дни, когда у вас совершенно ничего нет, когда наблюдается какой-то полнейший информационный штиль, забить вот эти даты какими-то такими постами разными способами. И когда у вас будет в загажнике какой-то из этих постов просто его опубликовывать. Так, чтобы не получилось, что в один день у вас выходят три поста, а в следующие пять дней не выходит ни одного. Это говорит о том, что сети ведутся нерегулярно, и это всегда плохо для всех социальных сетей. Есть какие-нибудь вопросы? Можно вопрос? Да, давайте. Здравствуйте, Валерия из Института экологии и природопользования. Как вы думаете, как часто стоит группам институтов делать посты? Один раз в день, именно каждый день, или несколько раз в день. Как лучше? Я думаю, что одного раза в день будет достаточно. Если у вас есть больше информации, вы, конечно, можете несколько раз в день публиковать. Но все-таки институты – это подразделение меньше университета. Поэтому одного поста в день, думаю, достаточно. Спасибо. Еще возвращаемся к теме того, как мы вам можем помочь. Если у вас в институте проходит открытое мероприятие, открыто это имеется в виду, что туда приглашаются не только сотрудники, студенты, а все желающие жители Казани, и если это мероприятие не какое-то узкоспециализированное, то, пожалуйста, рассказывайте об этом нам, присылайте нам информацию в наш отдел. Мы сможем это переработать, оформить в виде пресс-релиза и отправить в казанские СМИ и в соцсети, в большие паблики, которые публикуют анонсы. Это всегда играет на имидж вашего подразделения, на всего университета, а вас узнает большее количество абитуриентов. А, в принципе, мы все здесь хотим, чтобы к нам пришло как можно больше абитуриентов. Вот такая схема. На самом деле, первая тема у нас закончена. Сейчас будет вторая, она чуть побольше. Алонгриды. Все знаете, что такое алонгрид? Отлично. Так, сначала вот только я про жанр расскажу. Это, опять-таки, характерно больше для контакта и для инстаграма не подходит, потому что там нет такой разбивки жанровой. Коротко по жанру. Интервью – это разговор двух или более лиц, статья – это аналитический материал, анализ каких-то событий или явлений, обзор – это результат какого-то обобщенного анализа. Ну, там я вам буду показывать, как это можно использовать. Фоторепортаж. Вот, кстати, с фоторепортажем в соцсетях творится нечто странное, потому что этот жанр мутировал, на самом деле, в соцсетях, и он уже не похож на тот, который применяют журналисты. Если в журналистских фоторепортажах обязательно должен был быть инфоповод, то в соцсетях инфоповод не обязателен. Что я имею в виду? Например, вы делаете фоторепортаж с какого-либо мероприятия, и у вас должен быть отражен в нем сюжет. То есть, вот один человек выступил, вот второй, вот наши зрители, которые улыбаются, смеются, вот еще какое-то там действие происходит. То есть, вы всех участников этого события сфотографировали. Но в соцсетях возможно использовать и фоторепортаж, у которого, как такового, нет информационного повода. Например, ну, есть тема, например, тема лабораторий, и мы снимаем лаборатории нашего института. Или музей, и мы снимаем 10 самых интересных экспонатов нашего музея. То есть, использовать этот жанр будет здорово в своих соцсетях, он разнообразит наши посты информационные. Что касается репортажа, можно делать репортажи со дня открытых дверей, с семинаров, с форумов. Причем, этот жанр для соцсетей тоже довольно интересный. Если в журналистике это просто какой-то текстовой материал, то здесь вы можете его разнообразить аудио-вставками, видео, цитатами, нарезками различными, инфографикой. Это тоже вполне уместно для этого жанра. Ну и про анонс я уже рассказывала. Все соревнования, все события, все фестивали, которые у вас проходят, их можно анонсировать. Так, про лонгрид. Все, наверное, понимают, где найти этот значок. Вот он указан, чтобы написать. Большой материал. Вообще лонгрид, это, конечно, большой материал, но не означает, что туда нужно налить много воды. Это не просто текст с большим количеством знаков. В нем, конечно, должна быть тема, должен быть сюжет. И вы должны отвечать на какой-то вопрос, поставленный в лонгриде. ВК не дает ограничений по минимальному количеству знаков для лонгрида. Есть максимальное ограничение, это 100 тысяч знаков. Но это очень-очень много. Не думаю, что нужно писать такие огромные тексты. Мы пишем обычно где-то 3,5-5 тысяч знаков. Для сравнения 3000 знаков с пробелами это один лист формата А4 с 12-м шрифтом. То есть это достаточно немного, небольшой объем. Если у вас есть сомнения о том, что будут ли читать ваши большие материалы люди или не будут, на самом деле будут. Проводились даже исследования, согласно которым эти материалы не просто читают, их дочитывают до конца, и даже те люди, которые читают их с мобильных устройств. Это поразительно, но в социальных сетях тоже читают большие тексты. И эти материалы вы можете разбавлять также разными иллюстрациями. Тоже можете делать там аудио-вставки или видео-вставки. Есть ограничения по максимальному количеству изображений. Больше 30 фотографий не получится вместить. Но 30 – это очень много. Если вы пишете текст на 3,5-5 тысяч знаков, то вы можете обойтись 10 изображениями. Больше, в принципе, и не нужно. Первое изображение, которое у вас будет в лонгриде, оно станет баннером на стене. И тоже хочу вас предупредить, некоторые так делают. Если вы берете интервью, конечно же, первой фотографией вы показываете своего героя. Но очень часто получается, что когда это фотоизображение становится баннером на стене, у него заголовок проходит прямо по лицу человека. Вот этого делать не стоит. Можно просто взять еще какой-то баннер нейтрального цвета, чтобы заголовок был на нем, а уже в самом тексте или на стене, где вы анонсируете этот пост, добавить просто туда фотографию. Так будет лучше. Ну вот, это как выглядит внутри лонгрид, в данном случае интервью. Немножечко сейчас про статистику. ВК дает возможность посмотреть, сколько вас раз прочитали, сколько раз открыли материал. Такая статистика выходит после 100 просмотров, и она доступна только руководителям сообщества. То есть вы сможете вообще проверить, заходят темы, на которые вы пишете лонгриды или не заходят в вашей аудитории. Про возможные темы для лонгридов тоже немножечко. Вообще лонгриды можно писать на любые темы, но так, чтобы сходу и не парясь что-то сочинить. Это может быть топ-5 интересных мест вашего института, топ-10 книжек, которые необходимо прочитать, чтобы считаться математиком. То есть темы могут быть абсолютно разные. Использовать топы очень удобно, потому что это такой рейтинг, составленный в текстовом варианте. Универсальный метод написать материал на любую тему, причем не привязываясь никакому информационному поводу. Также вы можете брать интервью первокурсников. Мы периодически так делаем. Они, кстати, очень хорошо заходят, у них хорошая просматриваемость. Потом делать можно полезные списки литературы. Их очень любят репостить, потому что людям нравится эта полезная для них информация, они ее любят себе сохранять. Также можно писать статьи, статьи мифы. То есть мы рассказываем, например, 7 мифов о программистах, о химиках, о юристах, о всех, о ком угодно. И там вы пишете какие-то краткие замечания, комментарии, развенчивая свои мифы. Потом использовать метод пошаговое руководство. Тоже достаточно универсальный вариант. Например, 10 способов запомнить новый материал для студента. То есть здесь тоже может быть абсолютно разная информация. Да, тема может быть обширной, но все-таки ее необходимо суживать. Например, соцсети, как таковые, не будет являться темой для лонгрида. А вот если мы напишем, как создать лонгрид для социальных сетей, вот это уже будет являться темой. То есть это более узкая тематика, которую мы выбираем для своего материала. Сейчас немножко еще про хэштеги, а потом про оформление. Для чего важно использовать хэштеги? Говорили вам об этом? Да, да, говорили, как навигация. Как навигация, да. Еще в качестве рубрик. Социальные сети немножко, конечно, взяли от журналистских сайтов, вообще от журналистских форм подачи материала. Но, конечно, в социальных сетях нет рубрик, их заменили хэштеги. По хэштегам ваши постоянные подписчики могут понять, о чем вы пишете в материале. То есть вы можете выбрать себе для института несколько хэштегов и использовать их в зависимости от тематики материала. И человек, который захочет прочитать все материалы по этой теме, он просто щелкнет на хэштег и увидит все ваши материалы. Теперь про структуру. Лонгрида, она состоит из трех частей, заголовок, лид и основная часть. Заголовок лид обычно выносится в пост. Сам заголовок, он размещен на баннере, вы вот видите в обоих случаях. Лид пишется и здесь, то есть на стене он должен быть обязательно. Кстати, если вы пишете Лонгрид, то все равно некая информация должна быть и в самом посте. Несмотря на то, что у вас там тоже будет еще один Лонгрид. Иначе просто без вот такой затравки вы не привлечете внимание вашего подписчика и никто дальше этот материал читать не будет. Ну вот, собственно, вот здесь мы попытались избежать такой ситуации, когда у нас заголовок проходил прямо по лицу человека, поэтому вынесли фотку, а ниже поставили баннер. Конечно, структура немножко громоздкая получается, но все-таки лучше, чем ситуация, когда вообще лица не видно. Дальше. Еще немножко про то, как можно работать с видами и даже с инфоповодами. Вот ТАС-науку, мне кажется, выбрали для себя очень оригинальный метод. То есть, конечно, они вообще не рассказывают об Оскаре, о кино, они рассказывают о науке, но лид такой достаточно привлекающий внимание. Интересный способ сработать на каком-то противопоставлении. А вот этот вариант, для чего я его показываю, он объясняет, как можно использовать ссылки, которые ведут на сайт. То есть, часто бывает такое, что на сайте у вас уже размещена эта новость, а вы хотите ее дать в соцсети. Как в этом случае делать? Стоит ли полностью опубликовать, дублировать материал в соцсетях? Не стоит. Это делать достаточно вынести в пост все самое интересное из этого материала, который у вас на сайте. Подробно не стоит расписывать, потому что это будет большая простыня текста, ее никто просто не будет читать. Но для тех, кто захочет все-таки узнать какие-то подробности, вот тут удобная форма использована, такая интересная для самых любознательных. Ссылка на более подробное описание разработки и стоит ссылка на сайт. Такой очень рабочий вариант использования ссылок. Теперь немножечко про заголовок. Вообще самое главное правило заголовка, он должен привлекать внимание и интриговать ваших подписчиков, чтобы у них появился интерес прочитать ваш материал. Вот это правило, которое не стоит следовать, то есть не стоит делать ваш заголовок больше 9-10 слов, он будет слишком длинный. На самом деле, чем короче заголовок, тем лучше. Но обязательно, конечно, это должно быть больше двух слов, два слова, тоже достаточно небольшой заголовок. Потом не стоит в заголовках использовать термины какие-то сложные, которые понятны только узкому кругу, а большой аудитории непонятны. Длинные цитаты, когда вы берете интервью и хочется вынести в заголовок цитату, ее можно использовать, если она не длинная и если она не вырвана из контекста. То есть, если по этой цитате вообще непонятно, о чем идет редче в материале, то не стоит ее выносить, нужно выбрать другую. И не стоит в заголовках использовать полностью фамилии, имя, отчество, у нас иногда так любят делать, достаточно ограничиться именем и фамилией. И то сделать это только в том случае, если этот человек достаточно известен. То есть, если это какой-то Иван Иванов, никому неизвестный, то выносите вы его в заголовок, не выносите, заголовку это ничего не даст и не будет понятно людям, о ком идет вообще речь в материале. А еще есть такой момент, тоже часто его наблюдаю, заголовок и первое предложение не должны повторять друг друга, не полностью дублировать, не по смыслу. Ну и вот пример привлекающего внимания заголовка. Дальше, что такое лид и что такое основная часть. Лид это краткая аннотация вашего материала, то, о чем вы говорите в самом тексте. Здесь тоже нужно вынести какую-то основную мысль, но все-таки не излагать все подряд. Лид должен увлечь вашего подписчика для того, чтобы он продолжил читать материал. Вот лид как правило состоит из нескольких предложений. Это может быть одно предложение или несколько. А основная часть, ее желательно, если у вас большой текст, даже если текст на 3000 знаков, его нужно разделять под заголовками, можно с помощью редактора, который имеется вконтакте, использовать разные шрифты. Для чего они нужны? Для того, чтобы читатель сумел отдохнуть во время чтения. Потому что если у вас большая простыня текста и нет ни красных строчек, ни подзаголовков, то это достаточно сложно воспринимать один и тот же текст. Поэтому используются такие нехитрые методы. Как можно с чего начинать лид? Поговорим об этом. это может быть какая-то отсылка к прошлому, к каким-то годам, целым эпохам. Вот как здесь в красной рамочке выделен лид. Можем отсылать к людям, к событиям или к драме. Сейчас я вам дальше покажу как эти методы используются. то есть вот этот лид отсылает нас к фактам, а второй по-моему отсылает нас к драме. прочитайте их. Не буду их озвучивать. это всего лишь два примера из множества тех, которые есть в ВКонтакте. то есть вы можете смотреть их в разных группах, научпоп-группах, где пишутся ежедневно научно-популярные материалы в разных форматах. Что еще можно использовать в лонгридах? Статистику, цифры, инфографику. Желательно использовать какие-то комментарии экспертов, они всегда добавляют достоверности вашему материалу. Также исторические справки, какие-то детали. Все это вполне возможно использовать. Теперь немножечко про стиль. Чем вообще грешат очень многие журналисты, когда пишут научпоп-материалы, да и в принципе любые длинные материалы используют либо официальный стиль, либо канцеляризм. Данное мероприятие, что-нибудь вот в этом ключе. Очень много таких канцеляризмов. на самом деле их нужно конечно избегать. Текст должен быть простым, доступным и понятным. Этот стиль официальный подходит для служебных записок, а вот для материалов конечно не подходит. Потом терминология очень часто используется. Я понимаю, что в научпоп-материалах сложно избежать сложных терминов, но тогда их нужно расшифровывать. если вы какое-то слово сложное употребляете, в следующем предложении просто объясните, что оно означает. Потом периодически встречаются в таких материалах малоизвестные аббревиатуры, то есть если кфу мы все понимаем, что это такое, то бывает какой-то набор загадочных цифр, букв, которые мы вообще не можем расшифровать, то есть их нужно полностью расшифровывать тогда, если вы их используете. Но опять-таки фамилии, имя, отчество очень многие пишут полностью. Вообще отчество не характерно писать в журналистских материалах, просто достаточно указать должность, имя, фамилию и все. Ну и длинные предложения, старайтесь их избегать. Если больше десяти слов, скорее всего ваш читатель потеряет мысль и ему придется перечитывать предложения. Вот это примеры, как понятно можно писать подводку к научно-популярному материалу. Тут в принципе все слова хорошо понятны. И вот как следует расшифровывать. Вот здесь используется сложный термин, и в следующем предложении этот термин расшифровывается понятными словами. То есть мы все уже сразу можем понять, о чем идет речь дальше в этом материале. Это немножко о тех сервисах, которые вам смогут помочь при написании материалов. Первый называется Глафред. Вот так он выглядит. Вы сюда вставляете свой текст, и он у вас проверяет его. Проверяет на словесный мусор, на ваш синтаксис. Он не проверяет орфографию и пунктуацию, но может показать, какие слова вы часто употребляете, что можно исправить в этом тексте. А вот второй сайт, он как раз таки проверяет орфографию, но в день больше 500 символов он вам не даст проверить. Все, что свыше 500 символов, это платно. Какие-нибудь есть вопросы? Нет, спасибо большое. Записывайте сайты. Они очень удобные, даже журналисты многие пользуются. А это мои контакты. Это если есть какие-то вопросы, если вы написали материал и хотите убедиться, что с ним все в порядке, пожалуйста, присылайте, будем обсуждать, будем доводить до совершенства, потому что мы все с вами учимся, мы в том числе. Телефон тоже, пожалуйста, записывайте, я всегда на связи. Вообще, если есть какие-то вопросы касаемо соцсетей, касаемо пиара в университете. Да, презентацию отправим. Вот только микрофон. Здравствуйте, меня зовут Есмель, первый специалист высшей школы ИТИС. У меня такой вопрос по лонгридам. Скажите, у нас стоит задача увеличивать конверсию посещаемость с сайта университетского? Да, конечно. И вот в связи с этим такой вопрос, не лучше ли делать материалы изначально на сайте и использовать сголовки и так далее, то есть коротенькие какие-то, и дальше уже ставить ссылку на основной материал для того, чтобы увеличивать посещаемость и заполнять, ну, скажем, бывать два сайта, заполнять страницу социальных сетей. Просто если мы переносим большие какие-то материалы в социальные сети, мы иногда забираем контент у сайта, получается. То есть что важнее в данном случае? Конечно, если какая-то есть серьезная тема, то писать на нее материал и опубликовывать ее лучше на сайте. И вот давать, как Сибирский федеральный университет делал, со ссылкой в соцсетях. Но бывают такие материалы, жанр или тематика которых немножечко не подходит для сайта. Это различные топы, подборки литературы. На сайте они будут смотреться вообще неорганично, потому что такие материалы выходят в соцсетях обычно. Вот их вы можете опубликовывать именно в соцсетях и не опубликовывать на сайтах. Почему не гармонично будут смотреться топы? Это тоже интересно. Просто обычно на сайте вы знаете такая лента кондовая вот там всякие прошло, сходили, получили. Вот. И хочется иногда чем-то разбавить, и мне кажется топы могли... Ну, конечно, розыгрышей нет, да, там какие-то, да, что еще, какие-то опросы. Это все, конечно, социальные сети. Но вот иногда, это мое субъективное мнение, возможно, вы с ним не согласитесь, что вот такие вот материалы, они разбавляют просто ленту и привлекают к ней внимание. Просто в основном много статей, которые такие вот проходящие, их не смотрят, просто даже не читают. Конечно, какие-то игровые материалы вы можете размещать и на сайте, но все-таки есть и темы такие, и подборки такие, которые просто не смотрятся для сайта, потому что сайт это все-таки более официальный источник информации, а соцсети, они больше созданы все-таки для развлечения, для передачи информации через какие-то развлекательные вещи. Так что, ну, одно другого не отменяет. Конечно, вы можете сказать. Ну, тогда давайте будем тогда закругляться. Если что, сейчас можете ко мне подойти с вопросами. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова